Дорогие братья и сестры, мы откроем для нашего размышления Евангелие от Луки, 11 главу. Евангелие от Луки, 11 главу. Наше внимание мы сегодня остановим только лишь на первом стихе. Им начинается великое поучение Иисуса Христа о молитве. И сегодня только вступительная проповедь к этой большой теме. Итак, Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Вы, наверное, согласитесь, что очень многим людям тщеславие не дает покоя. Ради того, чтобы о них заговорил этот мир, они проделывают иногда невероятные, чаще всего ненужные вещи. Я читал об американце Рике Белдене, который за три минуты порвал 19 телефонных справочников, в которых полторы тысячи страниц в каждом. Один китаец поднял на металлическом лотке, который он с помощью цепи приделал к своему уху 50 килограмм кирпичей. Австралиец Дэвид Хакселла протащил самолет Боинг весом 187 тонн на расстоянии 91 метра за 27,7 секунды. Литовка Рута Цекути весом 61 килограмм и 300 грамм 15 секунд провисела на бороде своего напарника. И вот все эти деяния попадают в книгу рекордов Гиннеса. И когда ленивые обыватели читают эту книгу, они восхищаются этими парнями. Вот какие люди, какие крепкие ребята, как им удается совершить подобные трюки, какую оставили они о себе великую память в мире. Ну вот Божий взгляд на эти свершения совершенно иной. В очах Бога подобные деяния являются не только бесполезным чудачеством, но и грехом. Потому что эти деяния прославляют силу, упорство человека, но не славу Иисуса Христа. Эти деяния есть суета и томление духа, потому что они не побуждают людей больше любить Бога, больше любить своих ближних, а разжигают в них вот это праздное любопытство. Эти деяния не цепляют нормальных людей настолько глубоко, чтобы кто-то хотел им подражать, рвать телефонные книги, вешать на уши кирпичи, тащить самолеты. Нам, верующим, это абсолютно чуждо. Мы хотели бы устанавливать другие рекорды, видеть иные горизонты. Слава Богу, такие горизонты есть. Мы прочли с вами, что когда Христос в одном месте молился и перестал, для одного из Его учеников открылось, что Христос делает то, что Ему, этому человеку, так не достает. И вот в своем искреннем обращении к Спасителю Он выразил как минимум пять важнейших прошений. Господи, научи нас молиться. Вот в этой одной фразе пять важнейших прошений. И прежде всего Он молился, а вместе с Ним, я думаю, и мы скажем. Господи, научи нас видеть в молитве главное дело нашей жизни. Вот евангелист Лука, описывая жизнь Христа, в отличие от всех других евангелистов, очень много говорит о молящемся Иисусе Христе. Вот если вы даже бегло просмотрите тексты до 11 главы Евангелия от Луки, вы обнаружите в 3 главе, как Христос молится при крещении. В 4 главе, 42 стих, Христос молится, начиная день. Откроете 5 главу, и в 16 стихе вы прочтете «Он уходил в пустынные места и молился». В 6 главе, 12 стихе, Христос молится, избирая себе учеников. В 9 главе, 16 стихе, мы читаем, как 9-16, Христос молится перед пищей, благословляя пять хлебов и две рыбки для людей. И в этой же главе, в 18 стихе, опять читаем мы, «Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним». В этой же главе, в 29 стихе, Лука сообщает, что Христос молится на горе преображения. Дорогие друзья, в 10 главе, в 21 стихе, опять найдем упоминание о молитве Христа, когда Он возрадовался духом об успехах учеников и сказал «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли». Вы знаете, какое-то время для этого ученика, для других учеников не было откровением то, что для Иисуса Христа молитва была главным делом жизни. Но вот когда Он посмотрел на Иисуса, как Он молится, когда Святой Дух помазал своей мазью Его глаза, Он понял, что делай очень много для Христа. Вместе с Христом Он не делал самого главного. Он не придавал должного значения молитве. Центр Левада в 2008 году провел опрос крещенных людей. Итак, из 100% крещенных россиян 78% никогда не ходят в церковь. Таким образом, церковь остается для большинства людей непопулярным заведением. Так вот, из тех, кто ходит в церковь, а это, как вы видите, 22%, только 34% ежедневно молятся. 17% молятся, да, никогда не молятся 34%, а ежедневно молятся всего 17%. Оставшиеся следуют известные поговорки «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Таким образом, этот опрос еще раз подтверждает эту истину, что для большинства людей, абсолютного большинства людей, вопрос молитвы является вопросом 10-го порядка, но не делом первостепенной важности. Я думаю, даже в евангельских церквах, где, по сути дела, каждая крещенная ежедневно молится, молитва не является приоритетным делом. Мы молимся, но молимся не так, чтобы этим можно было восхищаться. Вы знаете, самые малочисленные собрания это именно молитвенные собрания. Представьте себе, что мы бы объявили, что в следующее воскресенье утром проповеди не будет, а будет молитвное собрание. Я думаю, многие из вас отправились в церковь «Благая весть» или в церковь «Возрождение», церковь «Воскресение», церковь «Благодати», «Но не пришли бы сюда молиться». Ну, это что-то скучное, безрадостное занятие. Нельзя сказать, что вот тот ученик, он ничего не знал о молитве, ведь он вырос в религиозном окружении. Государство Израиля было религиозным государством. Каждую субботу люди отправлялись в синагоги, где звучали молитвы. Каждое утро каждый еврей возносил Богу молитву, молитву благодарения за то, что он не язычник, за то, что он не женщина и за то, что он не раб. Люди умели молиться. Этот ученик, возрастая в молитвенной культуре, видел, как на углах улиц фарисеи останавливались и молились. Он сам читал псалмы, в которых содержатся изумительные образцы молитвы. И он видел часто, как Христос молился и призывал их молиться. Но вот что-то не загоралось в его сердце. Почему-то раньше он не говорил «научи нас молиться». Только теперь он понял, что важное дело – это не проповедь, в которую он был вовлечен. Самое важное дело – это не исцеление больных, которые он совершал. Самое важное дело – не изгнание бесов, но самое важное дело – это молитва Иисуса Христа. Уметь молиться больше, чем обрести мировую известность, попасть в Книгу рекордов Гиннеса, больше, чем произнести потрясающую проповедь. Больше всех добрых дел. Учиться молиться – более настоятельная нужда, чем карьера, работа, хороший дом, семейный очаг. И он понял, что можно совсем повременить. Можно многие вещи отодвинуть назад, но только не молитву. Он был подобен тому человеку, который пришед на рынок, это один из древних мудрецов Греции, и воскликнул, «Как много на свете вещей, в которых я не нуждаюсь». Вот точно так же человек, который захвачен молитвой, будет видеть малозначущим все суетные дела. Людям действительно недостает заинтересованного взгляда на молитву. А некоторые, более того, говорят, что они окажут когда-то одолжение Богу. На старости лет, в своей немощи, и, возможно, даже за пять минут до смерти, они помолятся Богу, попросят у Него о прощении, и окажутся в вечных обителях рая. Какое безрассудство! Митрополит Антоний Сурожский очень интересное увещевание делал. Он писал, «Один вздох действительно спас мытаря, один крик спас разбойника на кресте. Одного слова из глубины нашего сердца достаточно для того, чтобы нам раскрылась Божья любовь, но мы не можем заменить этим последним криком долг целой жизни. Мы не имеем права рассчитывать на то, что, прожив жизнь кое-как, недостойно ни себя, ни Бога, в последнее мгновение сможем сказать, «Боже, милости, буди мне грешному!» и что Бог поверит нам в этих словах. Бог услышит любое слово из глубины сердца, но не расчетливое слово, не такое слово, которое мы скажем как бы в надежде, что одним пустым словом заменим целую жизнь. Очень глубокие слова. Нам действительно нужно проникнуться этим сознанием, что молитва должна быть главным делом нашей жизни. Вы знаете, если кто-то и мог бы обойтись без молитвы, то, конечно, бы Христос. Подумайте, ведь основную часть нашей молитвы составляют прошения. Прошения о здоровье, прошения об устройстве каких-то житейских дел, прошения об избавлении от искушений, от трудностей. Но вот как раз у Христа не было грехов. Его нужды были чрезвычайно скромны. У него не было своего дома, у него не было семьи, у него не было внутренних проблем, с которыми он бы боролся. И кажется, ему-то зачем молиться? Однако же мы видим, что как раз Христос молился больше всех, хотя имел бы право молиться меньше всех. Дорогие друзья, его молитва кардинально отличалась от нашей, как по глубине, так и по продолжительности. Его молитва не была каким-то попрошайничеством. Его молитва была живым общением с Богом. И по сути дела, прошение, научить молиться, означает, Господь, помоги, чтобы общение с Тобою было главным содержанием моей жизни. Вы знаете, что Христос завершил свой жизненный путь молитвой, и в небесах Он продолжает молитвенное ходатайство за нас. Молитва для Христа является главным делом жизни. Как бы хотелось, чтобы каждый из нас сегодня именно такую молитву вознес, складывая следующий смысл. Господи, помоги, чтобы молитва была главным содержанием моей жизни. Это не значит, что вы 24 часа должны простаивать на коленях. Нет, вы можете и должны заниматься обыкновенными делами, работой, заботой и так далее, но при этом сердце ваше будет молиться. Вы будете иметь общение с Богом. Второй элемент, который содержится в этом прошении, Господи, научи нас молиться. Научи нас молиться публично. Мы прочли, что Христос в одном месте молился и перестал. Он молился так, что ученики Его видели и Его слышали. Не всегда Христос молился наедине. Иногда Он молился прилюдно. Он не стеснялся показать свою зависимость от Бога. Ученики часто видели Его молящимся, видели Его молящим все люди. И, конечно, я думаю, что Христос был краток в своих молитвах, в общественных молитвах. Лука говорит, в одном месте молился и перестал. Лука не написал, что он молился и не мог закончить, как иногда у нас случается. Уже кажется, все, человек подходит к финишу, нет, он еще что-то вспоминает и опять. Христос молился и перестал. Его молитва была ограничена во времени, но она была общественной молитвой, публичной молитвой. Дорогие братья и сестры, вы знаете, проблема очень многих из нас заключается в том, что мы стыдимся помолиться вслух. И особенно этим страдают мужчины. Некоторые не желают опозориться перед сестрами краткостью, может быть, нескладностью своей молитвой. Другие боятся показать слабость, что вот если они молятся, просят о чем-то у Бога, но вроде они не настоящий мужчина, а настоящий мужчина, он должен сам решать все проблемы. А третьи вообще не испытывают к молитве каких-либо особых побуждений. Вот эти великаны страха, они, к сожалению, удерживают людей от молитвы, от общественной молитвы. Знаете, самый лучший способ победить этих великанов страха, это молиться. Посмотрите, этот ученик не постеснялся сказать, Господи, научи нас молиться. Он молился о молитве. И своим примером Христос показал, что молитва является уделом настоящих мужчин. Христос сам был мужчиной. И он нам, мужчинам, показал, что это наша прямая обязанность. И это обуславливалось не духом патриархального уклада общества, когда мужчины везде имели верх. В те времена нет. Это было обусловлено библейским духом. Подумайте, все мужи, чем-либо прославившие Бога, были молитвенниками. Например, отец веры Авраам был человеком ходатайственной молитвы. Помните, он взывал к Богу о том, чтобы был пощажен город Содом ради праведников. Его сын Исаак не отстает от своего отца. Он двадцать лет молится за свою жену, которой Бог не давал детей. Молитвенником был Иаков. Вы помните его слова «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Молитвенником был Давид. Его псалмы плача, хваления, они часто читаются в наших церквах. Они часто нас вдохновляют, чтобы мы молились. Вы помните, в Новом Завете Павел повелевает именно мужчинам, чтобы они в церкви воздевали руки чистые, без гнева и сомнения, и чтобы они молились в церкви. Мужчина должен быть лидером. Лидером не только в материальном плане, лидером-добытчиком материальных средств для своей семьи. Мужчина должен быть духовным лидером в своей семье. Если деятельность придает широту мужской натуре, то молитва придает ей глубину. Если стихает мужская молитва, сохнет сердце мужчины, увядает семья, увядает церковь. И вот когда этот ученик просил Христа научить молиться, он несомненно имел ввиду публичную молитву, потому что он увидел, как Христос молился публично. Дорогие братья, дорогие сестры, а где же мы можем молиться публично? Я думаю, прежде всего дома. Пусть наши домашние, наши дети видят и слышат нашу молитву. молитесь с вашей женой, с вашими детьми. Когда вы садитесь кушать пищу, молитесь. Когда вы отправляетесь на работу, молитесь. Когда вы завершаете день, сопроводите завершение своего дня также молитвой. я помню, я не отправлялся в школу, если мама обо мне не помолилась бы. Я очень часто отправляюсь в церковь, прошу свою жену, чтобы она молилась. И также место для публичной молитвы это дом Божий. Это место общения верующих, это малая группа по изучению Библии где-то на квартире. Дорогие друзья, это любое общение, даже на лоне природы. Это подходящий повод для молитвы. И вы всегда пользуетесь этой привилегией. Помните, этот безымянный ученик просил Господи, научи меня молиться публично, чтобы я не стеснялся перед людьми открыть свои уста и воззвать к Тебе. Вы знаете, чем больше таких публичных молитвенников, тем сильнее церковь, тем лучше будет протекать духовную жизнь в ней. Поэтому, прося Господа о молитве, не забывайте этих слов. Научи нас публичной молитве. Третий элемент в этом прошении, Господи, научи нас молиться, переживая общение с Тобою. Вы знаете, можно молиться совершенно бестолково. Христос говорит, что вот язычники как раз так и молились. Они считали, что если они скажут очень много слов, то этим набором слов они убедят своих богов к ним быть какими-то милостивыми, добрыми. Этим многословием они как бы говорят своим богам, посмотри, как я стараюсь. Сегодня есть христиане, которые, к сожалению, думают, что какой-то билибердой они могут угодить Богу, если они скажут много бессвязных слов. Если они будут молиться как-то непонятным образом, то это особенно прославит Бога. Нет, апостол Павел говорит, я хочу понимать, о чем я молюсь. Лучше пять слов сознанием сказать, нежели тьму слов сказать, не понимая при этом, о чем ты говоришь. Можно молиться бестолково, надеясь, быть услышанным за свою праведность. Помните, так фарисеи молились. Они думали, что Бог обратит внимание на то, как они дают десятую часть, на то, как они жертвуют Богу своим временем, на то, как они ведут праведную жизнь и так далее. Но Бог не слышал таких молитв на показ. Это бестолковая молитва. Можно молиться бестолково, если мы сомневаемся в Божьих обещаниях и в Его милосердии. Помните, апостол Яков в первой главе пишет, что если кто-то молится без веры, молится с сомнением, он молится на ветер, бестолково. И Яков даже убеждает таких людей, да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога. Вы знаете, всем видам бестолковых молитв присущ один общий недостаток. В них отсутствует элемент общения с Богом, встречи с Богом, а именно ощущение встречи с Богом, соприкосновение сердца с Божьим Духом смягчает сердце, рождает умиление. А сердце тронутое, сердце умилившееся, оно гораздо быстрее найдет слова, чем сердце сухое. И этот вопрос встречи с Богом в молитве решали все для себя святые пророки. Посмотрите, Давид просит, Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и ссохшей безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Вы видите, Давид желал этой встречи с Богом, искал ее, ожидал ее. Исаий говорил, Душой моей я стремился к Тебе ночью и Духом моим буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра. Научи нас молиться, переживая общение с Богом. Дорогие друзья, этого нам очень часто не достает. Помните, как Господь сказал о людях? Эти люди приближаются ко мне. То есть Бог видел, что они склонялись к своей колени. Бог видел, что они произносили иногда очень длинные молитвы. Но что Бог далее говорит? Эти люди приближаются ко мне, но устами. А сердце? А сердце очень далеко. Сердце на рынке. сердце на работе, где угодно, только не в Божьем святилище. То есть люди старались использовать Бога, но Бог никогда на это не поддастся. Исаия продолжает, но тщетно чтут меня, тщетно призывают меня. Дорогие братья и сестры, нам важно, чтобы в нашей молитве включалось наше сердце. Как сказано обуверовавших, они умилились сердцем и воскликнули мужа, братья, что нам делать? Как часто нам приходится бороться с этой очерственностью нашего сердца? Как часто нам приходится дожидаться, когда оно тронется и начнет оно говорить, а не только наши уста? шотландский проповедник XVIII века Роберт Макчейн был молодым человеком, но уровень его молитвной жизни был очень высок. Этому пастору было 23 года, когда его друг написал о нем следующее свидетельство. Этот человек вступил в тайные места пребывания святости Божьей, и поэтому в его словах Святой Отец, Слово Отец включало в себя целый мир. Бог являлся Отцом этого человека. Потому как произносилось это Слово, вы могли увидеть и почувствовать, что этот человек Сын Бога. Но кроме всего этого, какие звучали прошения, как они были богаты, полны и духовны, каждая фраза и Слово были библейскими. И вот на что хотел бы обратить ваше внимание, а вся молитва казалась была новой главой из Библии. Парень неженатый 23 года и свидетельство о нем, что его молитва казалась новой главой из Библии. Почему? Ответ очень простой. Макчейн всегда искал живого общения с Богом. Он не удовлетворялся тем, что вот только головой он как-то понимал, есть Бог, которому надо помолиться. Нет, он искал, чтобы сердце открылось пред Богом. Помните, как у псалмопевца Давида «Сердце мое говорит от тебя». Четвертый элемент прошения. Господи, научи нас молиться с благотворным влиянием на других. Посмотрите, как мощно повлияла молитва Иисуса Христа на сердце этого человека и не только на его сердце. На сердца многих людей, которые когда-нибудь читали это повествование Луки, которые касались этих священных слов. Научи нас молиться, когда они видели Христа молящимся, так как его показывают в Евангелии, понятно, что и у них возникало это же самое желание «научи нас молиться». Вы знаете, настоящая молитва никого не оставит равнодушным, она не бывает тщетной. И, может быть, я уже не раз рассказывал вам эту историю, как однажды моя мать не закрыла дверь своего дома, а у нее в определенное время была молитва этого 12 часов дня. Вот она не закрыла свой дом, стала молиться, она молилась всегда вслух, очень искренне. И вот в это время зашла в наш дом соседка. Соседка, которая ругалась чище всех мужиков на свете. И вот эта соседка оттихоня вошла в открытые двери, видит, мать стоит на коленях, молится. Ей пришлось долго подождать, пока она завершила свою молитву, и вот мать повернулась, и вот видит, как эта женщина стоит вся в слезах и говорит, как ты научилась так молиться? Поймите, друзья, она не удивилась тому, что моя мать молилась долго, не удивилась она тому, что она молилась на коленях, она удивилась духу молитвой. Вы знаете, в течение первых четырех столетий христианская церковь была сильна молитвой, Ирина Леонский, крупнейший богослов второго века, писал, они, еретики, не могут воскресить мертвого, как воскрешал Господь и апостолы своей молитвой, или, как часто случалось, что, когда среди братьев возникала нужда, то вся поместная церковь пребывала в посте и усиленной молитве, и душа умершего возвращалась, человек был дарован по молитвам святым. Знаете, когда церковь стала государственной при Константине, когда выгодно стало быть христианином, и масса язычников наполнили церковь, огонь молитвы угас. Он вспыхивал вновь только во времена духовных пробуждений. Вы знаете, молитва очень сильно содействует духовному пробуждению, она всегда сопровождает духовное пробуждение. Так было у нас и в России. Полковник царской армии Василий Александрович Пашков узнал, что его жена пригласила к себе в дом благовестника лорда Редстока, небрежно заметил, какая пошлость и охота людям слушать бессмысленного болтуна. Вот этот преуспевающий полковник, очень статный, очень богатый человек, баснословно богатый человек, друг императора. Он с насмешкой отозвался о проповеди этого человека. Но все-таки встречи лично с ним не удалось избежать, как человек культурный, он должен был все-таки хотя бы поздороваться с гостем. И гость предложил ему помолиться или предложил о нем помолиться. И вот в письме русскому послу Пашков писал, что во время молитвы этого человека он увидел себя осужденным предпрестолом суда святого Бога, ненавидящего грех. И слово его при действии Духа Святого достигло и пробудило мою совесть. Дорогие друзья, этот человек потом очень много сделал для развития евангельского дела в России. Вы подумайте, причиной его обращения стала молитва. Благотворное влияние молитвы этого преданного Богу человека. А, кстати, сам Радстак был очень предан молитве. Он верил в молитву. Он молился всегда. Дорогие друзья, я думаю, если в евангельском движении молитва играло огромную роль, то этот закон должен остаться действенным и в наше время. Но, к сожалению, в наше время очень многие христиане охвачены духом усыпления. Погоня за материальным. Нужно здесь успеть. Жизнь дорожает непрестанно. Нужно одну работу, две работы, три работы. И вы знаете, дух осуященности, он неизбежно приносит духовные усыпления. И отсюда некоторые христиане бывают святыми только первую половину воскресного дня. Они похожи на известного актера Сергея Маковецкого, который, снимаясь в фильме «Поп», отказался на это время от алкоголя и табака. Потому что ему нужно было вжиться в роль священнослужителя, но с папироской и стаканом водки в руке это как-то вот не получалось. Но зато когда он сыграл эту роль, все нормально. Все пошло по-прежнему. Дорогие друзья, я бы хотел, чтобы мы не были такими артистами, которые играем роли святых прихожан Церкви Преображения. Хотелось бы просить Господи помоги, чтобы наша молитва оказывала влияние на людей. Общая публичная молитва. Когда люди слышат нас, чтобы они слышали в нашей молитве голос Святого Духа. Нам нужны мужчины и женщины, которые начали бы усердно просить Господи научи нас молиться действенной молитвой, чтобы люди слышали голос Твоего Духа, которые молятся в нас и через нас и испытывали Твое прикосновение. И последнее. Господи, научи нас молиться под Твоим руководством. Этот ученик сказал, научи нас молиться. Научи. Он понимал, что он сам никогда не взойдет на эту гору молитвы. Ему нужна была посторонняя помощь. Он ссылается на пример Иоанна Крестителя и говорит Христос, Иоанн Креститель помог своим ученикам молиться. Неужели Ты не поможешь нам? И мы могли бы перефразировать эту просьбу, Господь, столько людей Ты сделал молитвенниками. Неужели Ты не поможешь и мне? Неужели меня не приобщишь к их числу? Дорогие друзья, когда мы просим о Божьем содействии в молитве, о чем конкретно мы просим? Я думаю о двух вещах. Во-первых, мы просим о вдохновении в молитве. Об этом очень подробно говорит Новый Завет. Апостол Яков призывает обращать все обстоятельства жизни в повод для молитвы. Там и радости, печаль, и проблемы во взаимоотношениях, и здоровье, отсутствие работы и так далее. Очень важно, что когда мы сталкиваемся с трудностями, они были для нас вдохновением для молитвы, но не поводом для ропота. Иуда наставляет молиться христиан Духом Святым. Апостол Иоанн говорит о дерзновении в молитве. Апостол Павел призывает молиться Духом во всякое время. Речь идет о вдохновении, которое сопровождает нашу молитву. Помните, избитые в Филиппах апостолы оказались брошенными в темницу. И удивительно, там они получили от Бога, я думаю, получили, потому что просили вдохновение на молитву. Кто-то сказал, невольник, небогомольник, точно так. Нам нужно просить, чтобы Бог был главным действующим лицом в нашей молитве помогал нам, вдохновлял нас. Вы знаете, в христианской литературе содержится очень много свидетельств о том, как Бог побуждал сердца людей молиться. И как благодаря этой молитве они избегали опасностей сами, либо кто-то по их молитве был избавлен Господом от опасностей. Второе, о чем мы просим, когда говорим научи нас молиться, это о том, чтобы Господь дал нам не только вдохновение, но и тему для молитвы, предмет для молитвы. То есть, чтобы Святой Дух подсказывал нам молитвенные слова, чтобы эти слова несли нам наставление, утешение и обличение, чтобы мы насыщались нашей молитвой, чтобы нас не было, как у того чудака, который пришел к психиатру и говорит, вылечите меня, я сам с собой разговариваю. Врач говорит, да ну и говорите с собой, доктор, но я такой нудный, я сам себе надоел. Так вот, иногда мы бываем настолько нудными в молитве, нам самим не нравится наша молитва. И когда мы просим, Господь, научи нас молиться, этим самым мы обращаемся к Богу и говорим, вложи в мои уста молитвенные слова, дай мне тему для молитвы, напоминай мне людей, которых я должен молиться, открой мне глубина моего сердца для молитвы, напомни мне слова Священного Писания, которые могли бы оживотворить мою молитву. В 20-х годах Иван Степанович Проханов был приглашен на православный съезд, и ему там предложили сказать слово и помолиться. И вы знаете, когда он совершил молитву, его обступили священники и стали просить его, Иван Степанович, напиши нам свою молитву, она нам очень понравилась. Иван Степанович сказал, не могу, это не заученная молитва, это мне Бог дал. Дорогие друзья, от молитв дарованных Богом не устанешь. Они пронзают сердце и вызывают желание молиться. Без Божьей благодати мы не можем молиться. Я вчера буквально читал интервью двух профессоров богословия. Только один из этих профессоров не верит во Христа и его воскресение, и не верит почти в Бога. И вот корреспондент спрашивает этого неверующего профессора господин Людеман вы молитесь? Этот несчастный человек, которому 62 года говорит я складываю руки и говорю а кому вы обращаетесь в вашей речи спросил корреспондент. Этот профессор отвечает никому. я просто вхожу в какой-то резонанс с некой силой. Понятно, что этот человек по неволе или по воле не знаю вовлечен в какую-то уже оккультную практику. Человек, который когда-то молился потерял этот дух молитвы и потерял он потому, что провозгласил на всю Германию, на весь мир воскресения Христа не было. Христос не воскрес и он не Божий Сын. Дорогие друзья, без Христа нет молитвы, нет смысла в этом упражнении, но Христос жив, поэтому есть смысл нам молиться. Поэтому, дорогие друзья, есть смысл просить Христа о том, чтобы Он научил нас молиться. Посмотрите, кажется, что Христос словно ожидал, когда этот вопрос будет Ему задан. И как только этот ученик сказал, второй стих говорит, Он сказал им, когда молитесь, говорите, и начинает удивительное, удивительное учение о том, как нужно молиться. Дорогие друзья, поверьте, когда мы молимся о молитве, мы этим выражаем угодную просьбу Иисусу Христу. Нет, кажется, более просьбы, о которой Он бы так мог обрадоваться, как это. Господи, научи нас молиться. Я думаю, все мы сегодня, ученики Иисуса Христа, все мы готовы были бы поддержать того безымянного ученика и сказать, Господь, и меня учи молиться. Потому что то, как я молился до того, мне трудно назвать молитвой. Я хочу хотя бы отчасти подражать тебе. Научи нас молиться. Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы нашей общей молитвой стала песня, по-моему, по-моему, 20-е или 21-е, или нет. Можно сборничка, Илья Ильич? Сейчас я... Гимн номер 20-й, братья и сестры. Гимн номер 20-й. Удивительная песня, которая как раз вот по теме этого стиха. Ты единый мой учитель, на пути моем земном, недостойный твой служитель, стал твоим учеником. Я в твоей незримой школе и сижу ног твоих всем умом, и всей уволей ожидаю слов живых. Я бы просил всех нас спеть эту песню молитвенно, вдумываясь в слова этой песни, потому что мы поем не для развлечения, мы поем молясь. И пусть эти слова будут нашей молитвой. Я обращаюсь также к тем, кто не видел, вернее, до сих пор, что молитва является главным делом его жизни. Вашей жизни, дорогой друг, придите сегодня с вашей первой молитвой к Иисусу Христу, с первым вашим публичным покаянием. Вам нужен Бог, вам нужен Христос. Общение с Богом это дело первостепенной важности. Все может подождать, но только не личное обращение к Господу за прощением грехов. И когда церковь будет петь, вы можете пройти сюда, с вами служители помолятся, но пусть молитва станет дыханием и вашей души. господь, ты слышал нашу самую искреннюю сердечную просьбу к тебе, выраженную в этих словах драгоценной песни. Господь, наполни нас духом молитвы, чтобы мы знали, как молиться, наполни нас благодатью Твоею, преобрази наше сердце, чтобы оно могло отзываться на прикосновение, нежное прикосновение Твоего Духа, чтобы мы молились словами, которыми нас учит Твой Святой Дух, чтобы мы молились в Его силе и для славы Господа Иисуса Христа. Господь, мы очень нуждаемся, каждый из нас умоляет Тебя, не оставь Твоя работа над нами, преодолей нашу косность, нашу греховность, преодолей, Господи, все, что Ты видишь, является помехой для действия Твоего Духа на наши сердца. Господь, мы умоляем Тебя, избавь нас от запинающих грехов, которые препятствуют Духу Твоему наполнять нас и молиться в нас и через нас. Соверши это благое действие с Твоим народом, с Твоей церковью, чтобы Твой народ был молящимся народом, чтобы страшно было врагу приблизиться к нам, когда мы объяты огнем молитвы, чтобы никакой нечестивец не мог устоять в собрании праведных, потому что в нем дышит Святой Дух, Его мощь и сила слава. Господь, пусть сила Твоя, которая действует в молитве, преклоняет сердца неверующих людей, исповедует Тебя Господом и найти в Тебе спасение. Мы просим ради Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...